Начало уходящего года заставило поволноваться автолюбителей. Причиной тому стало банкротство одной из крупнейших страховых групп республики – Челнинская АСКО. В феврале компания потеряла лицензии на все виды страхования. А поскольку две трети полисов АСКО продавала по автогражданке, в первую очередь в офис кинулись владельцы машин. В непростой ситуации оказались почти 700 тысяч автовладельцев по всей стране. Заключать новые договоры или вносить изменения в действующие компания не могла. В марте АСКО признали банкротом. Сейчас проходят собрания кредиторов. На январь следующего года назначены торги по распродаже имущества. Полномочия по выплатам перешли к агентству по страхованию вкладов. На себя ощутил очень повышение бензина. Каждую неделю полторы тысячи – это вообще не дело. 43 рубля – это уже никуда. Соответственно, сейчас цены поднимутся на все, на продукты, на все подряд поднимутся, а зарплата у людей как бы не увеличиваются. Тарифы на топливо пережили за 2018-й два резких скачка – в начале года и весной. В июне цена на бензин 92-й марки превысила 40 рублей, хотя в январе он стоил на три с лишним рубля дешевле. Причины подорожания назывались разные – как экономические, например, международный рост цен на нефть, так и политические. Эксперты предрекали, что к Новому году стоимость литра бензина может взлететь до 50 рублей. После принятых властями мер ситуация стабилизировалась. Однако в ноябре цены вновь поползли вверх. Очередной рост ожидается в новом году. Российский топливный союз прогнозирует, что тарифы могут вырасти на 10% из увеличения акцизов и НДС.